Спасибо за то, что вы пригласили меня на этот семинар. Также спасибо большое доктору Кащенко за организацию. Сегодня я буду говорить о патоморфологических признаках раннего рака желудка, особенно с точки зрения взаимоотношений с макроскопическими и гистологическими признаками. Это очень важная тема и очень важно определить, как можно раньше и диагностировать рак желудка. Как можно раньше. Раннее выявление – это важный момент, который позволяет нам снизить смертность пациентов с данным заболеванием. В Японии у нас достаточно большое количество случаев раннего рака желудка, которые были не диагностированы своевременно. Надо сказать, что в случае раннего рака желудка, если мы сравним его с другими типами рака желудка, это приблизительно 60% от всех случаев. Поэтому в Японии смертность от рака желудка, в общем-то, сегодня мы смогли ее снизить значительно. Но, тем не менее, это серьезное бремя. Частота возникновения или выявляемости, в общем-то, у нас сегодня на плато. Очень важно как можно раньше выявлять и характеризовать все находки для более ранней постановки диагноза и точной постановки диагноза. Итак, глубина инвазии при раке желудка – это известный параметр. Первое – это ПТ1А, это внутрислизистый пропиемюкоза. Затем у нас субслизистый слой – это ПТ1В. Затем есть, так скажем, состояние, которое мы называем ранний рак. Затем ПТ2 и ПТ3 и ПТ4. Это уже то, что мы называем распространенным раком желудка. Макроскопическая классификация рака желудка. Давайте посмотрим на нее. Слева на этом слайде я показываю распространенные типы. Первый тип и тип второй, тип третий и тип четвертый как раз являются такими типами рака. Это диффузионная инфильтративная карцинома. И четвертый тип, о котором я сейчас говорю, является самым агрессивным по течению типом рака желудка. Справа вы видите, что здесь схема, которая показывает вам также типы раннего рака желудка. Здесь 0,1, 0,2 и 0,3. Это основные типы, с которыми мы можем столкнуться. Второго типа рака желудка имеет и другое название. Это поверхностный рак желудка. Эти типы рака желудка, они также классифицируются на три подтипа. Это 0,2А, 0,2Б, 0,2С. Среди ранних раков желудка на данный момент в Японии, мы знаем, что вот эти поверхностные второго типа, они обладают особой частотой. То есть они очень часто возникают. Есть и другие типы гистологической классификации раннего рака желудка, вернее, эпителиальных опухолей. Может быть доброкачественная опухоль, которая тоже часто встречается. Это специальный достаточно тип, особенный. И общий тип, который мы классифицируем на пять основных гистологических типов, это папиллярная карцинома, тубулярная карцинома. Тубулярная карцинома имеет также два подтипа. Это хорошо дифференцированный тип и умеренно дифференцированный тип. Затем третья – это плохо дифференцированная аденокарцинома желудка. Этот тип также можно классифицировать на два подтипа. Это солидная опухоль и несолидная опухоль. И четвёртый тип – это перстневидно-клеточная карцинома и муцинозная карцинома. Есть и специальные типы – это карциноидные опухоли, эндокринные клеточные карциномы. Есть и другие гистологические типы. Это классификация ВОЗ 2010 года. Более простая классификация – это аденокарцинома, популярная, тубулярная, муцинозная. Затем плохо дифференцированная и смешанного типа. И мы их классифицируем как специального типа. Другая классификация – это также классификация, которая является весьма популярной. Первая – это классификация Лорена. В этой классификации мы используем… Она очень широко используется, извините, во всём мире. Она делит в основном на два типа – это интерстациальный и диффузионный тип. Тем не менее, есть и японская классификация доктора Накамура. Здесь классификация на дифференцированный тип и недифференцированный тип. Дифференцированный тип включает популярную, тубулярную аденокарциномы, а недифференцированный тип включает плохо дифференцированную и перстневидно-клеточную карциному. Поэтому эти две основные классификации в основном соотносятся… Дифференцированный тип соотносится с антосенциальным по Лорену, а недифференцированный по Накамуру соотносится с диффузионным типом по классификации Лорена. Итак, мы можем с вами говорить о патологических находках на морфологии, на патоморфологии и на гистологических типах. Если мы с вами посмотрим на классификацию Накамуру и разделим всё на дифференцированные и недифференцированные карциномы, соответственно, это соответствует также антосенциальному и диффузионному типу по Лорену. Мы можем также посмотреть на возрастные группы, на наличие гастрита, на перекрёстные типы, на наличие язвенных процессов, на распространённость в слизистую оболочку, на метастазирование, перитениальное распространение. Дифференцированные аденокарциномы – это в основном то, что является результатом инфекционного процесса. В желудке и здесь причина возникновения опухолей – это хеликобактер пилори, по крайней мере, так считает публикация МВОЗ. И это не очень быстрый, конечно же, процесс возникновения аденокарциномы после инфицирования хеликобактер пилори, но, тем не менее, такое мнение существует. Вот если мы с вами посмотрим на прорастание в слизистую оболочку, вот посмотрите, здесь у нас изначально возникает аденокарцинома в инфекциональной железе. И дифференцированного типа аденокарцинома возникает в метаплазии, в инфекциональной метаплазии. И затем она прорастает и возникает неоплазия желудка. Изначально. Во-вторых, этого типа аденокарцинома меняется на более агрессивное течение, и затем она прорастает полностью в слизистую оболочку. Так скажем, там возникают такие уплотнения, компактные. И на макроскопическом образце, если вы посмотрите на слизистую оболочку, то вы увидите, что здесь у нас как бы в угнетенном состоянии находится опухоль. Другого типа, дифференцированного типа аденокарцинома, она может проявляться в качестве таких полипоидных разрастаний. Характеристика. Давайте попробуем охарактеризовать находки при дифференцированном типе рака желудка. Во-первых, здесь у нас может быть локализация. Течение обычно среднее, тяжелое. Происходит атрофия слизистой оболочки. Есть также так называемые протрузионные типы, которые, как правило, имеют такие паттерны в виде узлов или гранул. И есть угнетенный тип. Здесь плохо определяются границы, плохо определяются поля. И, опять-таки, есть достаточно большие нерегулярные гранулы. И либо это может быть такая гладкая проявление атрофии слизистой оболочки. Может быть покраснение, либо, наоборот, потеря цвета, потеря цвета слизистой. Хотела бы продемонстрировать вам некоторые клинические случаи. Вот это как раз первого типа, ранний рак желудка. Первый тип проявляется как раз здесь, как полипоидное разрастание полипы. Этот случай – это как раз инвазия в субслизистый слой, субмукозальный слой. И вот, посмотрите, это 0,2А. Здесь есть потеря границ, и есть протрузия, и поверхность является неоднородной. Есть образование гранулы, даже такие узловатые структуры. И вы видите здесь, здесь и здесь как раз рак. Это раковые клетки. На гистологии вы видите, что они достаточно хорошо можем дифференцировать аденокарциному желудка. Здесь индекс понижен. Индекс 37 понижен. Вы видите, здесь ростовая активность. Вот это также 0,2А. Посмотрите на этот район, на эту область. Здесь у нас гранулы. Рисунок похожий на формирование гранул. И тем не менее он отличается от окружающей его слизистой оболочки. Здесь другие будут паттерны. Здесь также есть изменения. И есть демаркация, зона демаркации, отделение от окружающей слизистой. Вот здесь у нас как раз эта область, она увеличена. И есть область поражения, которую вы можете хорошо здесь проследить. На гистологии вы видите, что это, опять-таки, 2А. Это дифференцированный рак, дифференцированный тип рака. Вы видите, что здесь на гистологии есть определенные признаки. И вы видите, что здесь высокого уровня дисплазия, как правило, то, что очень распространено на Западе. И если вы посмотрите на макроскопические образцы, если вы посмотрите на дифференцированный тип аданокарцинома, то здесь достаточно хорошая демаркация. Иногда это такой надулярный узловая структура. Иногда, наоборот, очень гладкая структура, которая показывает атрофию слизистой. И здесь, в любом случае, здесь у нас такое очертание будут очень четкие. Вот это 2А или 2С. В 2А вы видите, что это такие плоские карциномы. И 2С – это угнетенного типа. Тем не менее, даже если у нас рак 2А, если вы посмотрите на слизистую, то здесь она… И вы можете проследить обесцвечивание. Есть признаки обесцвечивания. И вот это вот обесцвечивание можно проследить здесь, здесь и здесь. Это, безусловно, признаки рака. На гистологии. Вот это дифференцированного типа аденокарцинома. Здесь и здесь. Если вы посмотрите на интермукозальный рак, если раковые клетки или железы, если они прорастают в слизистый слой, то это состояние показывает вам атрофические изменения, будет ассоциироваться с атрофическими изменениями, и это уже будет 2С тип. Это, опять-таки, вид аденокарциномы на гистологии. Вот это 2Б или 2С по типу аденокарцинома здесь и здесь. Эта опухоль несколько показывает как раз отсутствие паттерна нормальной, здоровой, слизистой. А это 2С как раз вот в этой области. Это раковая клетка, и это рак. И мне нравится этот случай, потому что это очень низкой степени атипия, так скажем. То есть, фактически, это рак, который мимикрирует по гистологии. И вот это гистологические признаки, которые не отражают, в общем-то, изменений почти что в слизистой. Но, тем не менее, тем не менее, этот паттерн, этот рисунок на гистологии, это очень высокой степени опухоли. И в подобных высоких степенях у нас есть рефракторное изменение в слизистой. Особенно, если мы говорим о, так скажем, прорастании или углублении в слизистой слой. И давайте посмотрим на следующий слайд. Степень или степень прорастания в межслизистый слой Это также очень информативный параметр. Вот при подобном типе рака, если у нас возникает прорастание из разных клеточных зон, в этом состоянии поверхность слизистой в основном остается нетронутой, интактной. И следующее. Вот при этом раке происходит пролиферация во слизистую оболочку. И плотность раковых клеток является достаточно высокой. Вот здесь, посмотрите, на эту слизистую она становится абсолютно атрофичной. Происходят глобальные атрофические изменения. Это 2С уже. И на гистологии вы видите, что этот тип, вот этот тип состояния, здесь опухоли клетки, они полностью покрывают зону слизистой. И они полностью... И вы видите, что здесь происходит разрушение слизистой поверхности, и вы видите, каким образом выглядит слизистая. здесь нет неоплазии, по крайней мере, нет ее, так очевидно, на гистологии, нет формирования гранул. И если вы посмотрите на характеристику находок, то в основном мы говорим о локализированной или умеренной атрофии или фактически анормальной слизистой оболочке. А вот здесь мы видим такие нерегулярные края, это характерно для угнетенной или депрессированной опухоли и нерегулярные края. И дальше мы говорим о гранулярном макулярном паттерне. Он похож на нормальную, слизистую. И мы говорим о ассоциации с пептическим изъязвлением, какими-то рубцами и нормальный цвет или деслокация. Вот еще один пример. Вот здесь важно посмотреть на этот паттерн. Вот гистология. По краям по краям опухоли мы видим кроковые клетки, которые такие макузальные лучи как бы в центре. Мы видим раковые клетки. Они пролифилируют во всю слизистую полностью. Полностью во всю слизистую. Вот мы ее видим. В другом случае вот это 2С. Хорошо очерченная такая депрессивная опухоль. И в этом случае у нас 2С. Мы видим гранулярный паттерн, характерный для слизистой. И это очень характерно. Вот гистология нам показывает. Такая глубокая демаркационная линия. Вот такие депрессированные районы. нагистология показывает, как солидная опухоль растет в слое слизистой. Иногда мы видим вот такие картины, которые связаны с изъязвлением. В случае изъязвления вот есть такие складки, конвергенции этих складок происходят стремления к центру этой зоны. Это характерно. И гистологически это изъязвление. Тем не менее, рак дает нам некоторую только в каких-то случаях инвазию в подслизистую область. Самой слизистой редко это бывает. Эндоскопист использует соответствующие методы, соответствующие эндоскопию, красящие вещества. Эта эндоскопия может поддержать найденные гистологические черты. распределение нам важно. Самой опухоли и как она выстроена. И мы разные гистологические типы, конечно, сравниваем или сравниваем ее с ними. НВИ это такой макроваскулярный тип. Это то, что нам важно также. вот такие неопластические это хронический гастрит, это неопластические моменты при хроническом гастрите. Сама железа желудочная вот такую нам являет картину лучистый паттерн. Так он выстроен и вот такая метаплазия это стенальная, как вы видите, как задействовано, как воздействие оказывается на слизистую. Если мы говорим про НБА, очень регулярный паттерн, гастрит, характерен для этой ситуации, но если это рак, то мы видим эндоскопические черты, вот такая демаркационная линия. Вот это нормальный неопластический регион, а в центре уже ненормальный паттерн слизистый. и вот это вот геологические границы, демаркационная линия между не раковой и раковой тканью и не раковый район регулярно представляет такую метаплазию и это соответствует вот этим рисункам, таким BI. а вот это посмотрите практически то же самое, но тем не менее при раке или в раковом регионе пролиферация такая компактная раковых клеток имеет место и поэтому мы можем уже обратить внимание на строму между самой железой раковой и другими регионами вот этот паттерн как раз нам и отвечает тому, что мы увидели на гистологии. Как в этом случае гистологические находки, они рефракторные, они соответствуют, могут быть приведены в соответствие с эндоскопической картиной, особенно если какое-то красящее средство используется и так же с картинами на МРТ полученными и тем, что находит патолог и эндоскопист должно совмещаться, должно быть известно, сравниваться, анализироваться и после этого а это крайне важно, важно сравнивать хистологические черты и эндоскопические находки и гистологические находки. спасибо. Большое спасибо доктор Шимода за вашу презентацию. Спасибо. Спасибо.